Протасы. А я всё думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весь наш аккуратс. Они пришлют золотую армаду и уничтожат тебя. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить StarCraft 2 The Heart of the Swarm. Это четвёртая миссия. Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты? Я на месте встречи. Тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живёт тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня. Дамы и господа, мы прерываем эфир, чтобы передать срочное сообщение. Вчера в ходе успешной военной операции был пойман повстанец Джим Рейна. Сразу после допроса он был казнён. Император Менск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнар мёртв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обесклавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Боже мой, неужели действительно Рейнара убили? Да ну, быть такого не может. Просто не может такого быть, дорогие друзья. В перехваченном сообщении Доминиона говорится, что Рой раскололся. Мать стаи по имени Нафаш отправилась со своим выводком на ледяную луну Калдир. Согласно последним донесениям, там есть и протосы. С большой долей вероятности, Нафаш сражается с протосами за главенство над Калдиром. Считается, что её стая состоит из высокоразвитых и очень опасных зергов. Ну, высокоразвитых, мне это нравится. Давайте же собирать нашу армию. Очень не хочется верить, действительно, что Рейнар мёртв. Надеюсь, что это просто утка от Менгска, чтобы успокоить народ или испровоцировать Керриган. Не знаю, не знаю, что-то одно из двух, в общем. Но Керриган теперь, ну или Сара, я уж не знаю, как её называть, теперь будет мстить. Внимание! Обнаружены зерги. Хорошо. Они признают меня своей королевой. Иначе я буду убивать их одного за другим, пока они этого не сделают. Кто ты? Королева. Ты не помнишь меня? Я Исша. Ты использовала меня для хранения своих мыслей, идей и планов. Да. Я помню тебя. И что куда важнее, ты тоже помнишь меня. Ты королева Клинков. Конечно же, я повинуюсь. Прекрасно. Призови Рой. Мы уничтожим Кархал. Рой разрознен. Он не ответит на твой призыв. Большинство зергов на Калдире находятся под командованием матери стая Нафаш. Она хочет создать свой собственный Рой. Пока она жива, Рой будет разделён. Это будет продолжаться недолго. Отдай приказ о посадке. Итак, похоже, мы пришли в то самое меню, меню улучшений, которое мы помним ещё со второго Старкрафта, Винсу Либерти. Видимо, здесь мы можем улучшать. Инкубатор. Новый разговор. Исша. Новый разговор. Давайте поговорим. Разведчики сообщили, что Нафаш возвела здесь улей, но вскоре покинула его. Она ушла в эти ледяные пустоши. Наверное, там базируются и протасы. Расскажи мне о Левиафане. Это существо. Главный нервный центр всего Роя. Отсюда ты будешь командовать зергами. И он может перенести меня на любую планету? Конечно, моя королева. Но численность наша невелика. Да. Прежде чем завоёвывать другие планеты, возможно, стоит увеличить свою армию здесь, на Калдире. Позволь мне решать стратегические вопросы. Что ещё ты можешь рассказать о Левиафане? Ты можешь управлять развитием Роя из эволюционного отсека. Существо Аббатур поможет тебе в этом? Ага. Значит, эволюционный отсек. Давайте зайдём. Видимо, там будут улучшения. Кто ты? Аббатур. Развитие Роя. Изучение ДНК. Служил сверхразуму. Потом королеве Клинков. Теперь служу тебе. Я и есть королева Клинков. Ммм, другая. Изучаю генный материал. Королева Клинков была эффективным существом. Качество древних зергов. Слабое влияние генов-тиранов. В тебе гораздо больше тиранских тканей. Передние конечности плохо сконструированы. Могу усилить. Верну, будут лучше. Не прикасайся ко мне. Единственная цель. Эволюция Роя. Ищу совершенства во всём. Работаю в эволюционном отсеке. Эволюция несёт много возможностей. Начни из зердингов. Давайте посмотрим. Рой страдает на этой луне. Я думала ты подготовил моих зергов к таким условиям. На колдере холодно, как в открытом космосе. Защита от такого холода не нужна всему Рою. Только левиафанам. Ты пытаешься оправдаться? Разработка необязательных механизмов адаптации затратна. Излишнее сложно. Раньше было не нужно. Теперь нужно. Поищу местную фауну. Да буду полезную для Роя эссенцию. Выполняй. Так, то лучше. Организмы можно улучшить. Три варианта мутации. Выбери мутацию. Я запущу процесс преобразования вида. Усилю боевой потенциал. Мутация вида непостоянна. Могу изменить в любое время. Итак, у нас есть ускоренный метаболизм. Скорость продвижения на 60%. О! Круть! Выброс адреналина. Скорость атаки. Максимальный запас здоровья. Ага. Я хочу метаболизм. Как его сделать? То есть я выбрал и все? Ну-ка. Еще раз. А, все. Я выбрал и все. А, вот оно как. Понятно. Ну что, пока это доступные только изменения. И давайте перейдем к заданию. Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протасами. Я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле. Ну-ка. Ну-ка. Ничего. Не хочет? Заставим. Не может? Научим. Время от времени на этой луне случаются ледяные бури, вызывающие мгновенное похолодание. Одна из них скоро начнется. Во время бури температура падает настолько стремительно, что почти вся тепловая энергия мгновенно рассеивается. Бури быстро заканчиваются, но пока они бушуют, твои войска будут заморожены. Я чувствую присутствие местной фауны. Из матриархов этих животных можно получить достаточно сильную эссенцию, которая поможет нам адаптироваться к холоду. Неплохо. Неплохая задумка. Так, у нас нет базы. Я иду. Одно из их заданий, где у нас нет базы. Довольно интересно. Мне надо найти матриарху Урсадонов и получить ее эссенцию. Рой жаждет крови. Это мой мир. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Да, да, давай двигаться, давай двигаться. Этот зерк дикий. Его не контролирует никакая высшая сущность. Ух, хорошо, у нас есть тараканчик. Ух ты, это кто так долбит там электричеством? Керриган, что ли? Вперед. Я сокрушу любые преграды. Впереди всех. Конечно, это очень хорошо для атак, ну, быстрых атак. Началась ледяная буря. Войска заморожены. Урсадоны. Их матриарх поблизости. Сильная эссенция. Поглотить эссенцию местной фауны. Рой будет защищен от холода. Буря заканчивается. Так, давайте скорее убьем матриарха. Что он наших всех не переел бы. Блин, надо две тараканы оставить. Этот мой. Эссенция ассимилирована. Рой стал устойчив к сверхнизким температурам. Превосходно. Я чувствую, что база на фаш где-то рядом. Вперед. Хорошо. Раненые тараканы могут закапываться. Восстанавливать здоровье. Так, ну-ка. Как нам это сделать? Ха-ха, Керриган тоже закопалась. Потеха. Насколько быстро они восстанавливают здоровье. В общем, не так быстро, как я хотел бы. Давайте двигаться дальше. Я иду. Рой не знает усталости. О, у нас тут дополнительная армия. А, база, база. Вот оно что. Стая на фаш. Протасы уничтожили ее. Я пробужу этот улей. Протасы почувствовали пробуждение улья. Они знают, что мы здесь. Королева Клинков. Но что с тобой? Ты слаба? Ты снова стала человеком. Ну и что? Протасы. А я все думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весь наш Акурас. Они пришлют золотую армаду и уничтожат тебя. Иша. Иша, скажи мне, что Протасы вне зоны досягаемости Шакураса. Так и есть, моя королева. Но у них есть шпили пси-связи, которые могут усилить их способность к псионному общению. Тогда мы уничтожим эти шпили, прежде чем Протасы смогут их активировать. Ладно, шпили-вили. Давайте уничтожим. Но сначала нам нужно... Так, коров у нас достаточно. Давайте рабочих сделаем по максимуму. Рядом есть еще матриархи. Добыть эссенцию. Повысить боеспособность роя во время бури. Боеспособный рой, это хорошо. Если выдастся возможность, я обязательно займусь матриархами. Ой-ой-ой, Протасы. А, это первый шпиль. При выполнении этих задач ты будешь становиться сильнее. Наносимый урон, запасы здоровья и энергии будут увеличиваться с ростом уровня. Рой жаждет крови. Чтобы эти рабочие автоматически заказывались. Вот это было бы неплохо совсем. У нас мало времени. Ну, давайте отправимся сейчас за матриархом сначала. А, опять Протасы. Боже мой. Везде эти Протасы поганые. Я иду. Ну-ка. О, ха-ха. Содержите ее. Немножко улей. Навяжите ей бой. То еще кому бой сейчас навяжут. Раздавим их. Да, хитрые Протасы, конечно, и отщиты. Что я очень не люблю. Так, уничтожено. Хорошо. Есть еще одна пушка. Так, я немного пережду, закопаюсь. Кулью приближаются Протасы. Так, стоп, 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 стоп. Как, 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 как мне отменить-то это? Не знаю. Нет, я не знаю, как отменить. Черт, вы Протасы набежали. Скоро начнется ледяная буря. Пока она не закончится, Протасы будут уязвимы. О, прекрасно. Протасы беззащитны. В атаку. В атаку это, конечно, хорошо. Но, Лен. У меня нету никого. В том числе и... А, стоп, я же могу выкопаться и атаковать сейчас. Я сокрушу любые преграды. Я сказала, умри. Так, 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 так. Отлично, отлично. Вот что нам нужно как раз. Блин, еще эти понабежали. Ладно, фиг с ними. О, пусть нам помогут. Сейчас убьем, конечно, сначала их. Давайте, давайте, зерлинги. Вот, 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 зерлинги пошли. Сейчас, сейчас, зерлинги, давайте. Скорее. Не, надо либо скорость атаки добавлять, либо... Тебе никто не спрашивал. Я сказала, умри. А, пусть он мочит этого архона. Пусть, пусть. О, прекрасно, прекрасно. Так, еще больше зерлингов. Нет, давайте королеву. Или тараканчика сделать. А, коровки нам нужны. Давайте коровки сделаем. И рабочих мы направим на... Шипы. Так, на Веспен еще одного рабочего. Поставим побольше шипов. Ну, вот так вот. Я думаю, будет достаточно. Буря заканчивается. Я слушаю тебя. Ой, боже мой. Надо было мне поскорее заниматься. Так, так, так. Как нам... Не знаю, куда это в общем применить. Сейчас Герриган убью. Покончим с этим. Сволочи. У нас мало времени. Все, пусть полетают. Давайте сваливаться. Сваливать. Я иду. А вот интересно, если я закопаюсь. Вперед. Что, они отстанут от меня? Да вряд ли. Рой не знает усталости. Ладно, фиг с ним. Так, Герриган пусть постоит здесь пока что. Я сейчас наделаю войск. Так, давайте тараканов наделаем. Нам нужно больше минералов. Минералов не хватает. Да, минералов не хватает. Это плохо. Действительно. Так, коровы, что ты тут делаешь? Сваливай. Во, иди сюда, зависни. Все, вообще все сюда идите, зависните. Хорошее такое нычное место. Так, а, минералов. Сейчас. Еще рабочих нужно сделать. А то мы их всех переделали в шипики. Шипики это, конечно, хорошо, но не слишком. Рой жаждет крови. Пойду пока за энергию, которая у меня накопилась. Я сокрушу любые преграды. Поганых. Надо вообще, конечно, по уму, надо было пилон меня уничтожить и все. И все проблемы. Это мой мир. Я иду. Хотя ладно, сейчас буря начнется. Делов-то. Я пока минералы-то собираю. Враг, атакуешь, буря. Атакованный. Кто там атакован? А, ну ничего, сейчас. Да защищайте вы территорию, вот это меня раздражает. Стоят такие, что-то курят вообще в стороночке. Скоро раздразится буря. Ну, неплохо. Еще немного зерлингов сделаем. Так, сейчас будут минералы. Минералы будут, газ будет, все будет. Вперед! Покончим с этим. Вот, сейчас насобирали мы минеральчиков. Отлично. И сейчас накрафтим мы зерлингов. Правда, личинок у нас маловато. Что бы нам еще сделать, интересно? Эволюционная камера улучшает наземные войска. Путация личинок в тараканах у нас уже есть. Разразилась ледяная буря. Нужно пользоваться моментом. Уничтожить протосов. Да, давайте пользоваться моментом. Уничтожать протосов. Но, да, печально это все, конечно, что у меня сейчас с собой войск нет никаких. Никого не жалеть. А, вот что я возьму. Я возьму зерлингов. Раз они у меня такие быстрые. Я сейчас быстро отправлюсь и уничтожу спину. А-ха. Слабачье. Точно. Супер. Вот как раз мне и пригодилось то, что я ускорил наших зерлингов. О, как раз они успеют все это сделать. Тебя никто не спрашивал. Давай, пивай его. Я иду. Движемся дальше. Что у нас тут есть? Это мой мир. Что у нас тут есть? Давайте. А, вот что я сделаю. Пилончик его замочим. Первый шпиль уничтожен. Даже если ты уничтожишь шпили, мы сумеем передать весь наш Акурас. Иша. Мне нужен инкубатор. Так, сколько еще? 27 секунд. Да, вряд ли она успеет, конечно. Ну ладно. Во-во-во, давайте вот это уничтожим сначала. Этих войск. Войска. Давайте, ребят, за 16 секунд должны вы успеть. Должны успеть. Ха, ты новым, наверное. Стоят заморожены. Веденная буря заканчивается. Мы должны отступить, пока не началась следующее. Да ладно? Мы столкнулись с противником. А, Керриган! Да, Керриган прибили. Я, признаться, забыл немножко про нее. Увлекся сейчас нашими веселыми собачонками, которые выносили здание протасов. И, да, немножечко-немножечко подзабыл. Давайте делать рабочих пока что. Больше надзирателей позволят создать большую армию. Скоро у нас Керриган уже возродится. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, какие улучшения можно сделать? Атака ближнего боя, дальнего боя. Ну и панцири, в общем, все понятно. Так. О, собачки. Собачки у нас уже наделаны, конечно. Да, надо бы сделать коровок побольше. Нам нужно больше минералов. Ничего. Ничего, нормально. Так, ползучий плеточник. Высажу его вот здесь. Где-нибудь здесь, да. Вряд ли протасы атакуют откуда-нибудь с юга. Да, они не смогут отсюда атаковать. В общем-то, ничего и нету. Ну, сейчас, сейчас будут надзирателей. Тебе меня не хватало? Враг атакует человека. Атакованный. Так, не стойте, не стойте, не стойте. Время на исходе, Керриган. Скоро сюда прибудет золотая армада. Не прибудет сюда никто. Вперед. Сюда никто не прибудет, потому что мы отправляемся... Я сокрушу любые преграды. Уничтожать, уничтожать. За 33 секунды, я думаю, я как раз доберусь. Через мгновение начнется буря. Так. Я накрафчу сейчас зернангов побольше. Нужно больше минералов. А этими я пока отправлюсь. Так. Они могут собирать? Отлично. Они могут собирать ресурсы. Мне на руку. Надо сожрать этих. Пока они наших не поубивали. Да вообще, да. Куда они? Куда они с нашими в сравнение даже не идут? По скорости. По мощности. О, еще матриарх. Началась ледяная буря. Протесы беззащитные. В атаку. Так. Протесы беззащитные. В атаку. Я слушаю тебя. Давайте атаковать скорее. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Рой жаждет крови. Так, собак отправляем на атаку этого. Сколько у нас? Минуты еще? Да вряд ли они, конечно, успеют добежать. Но я попробую. Я попробую. Все-таки. Они, конечно, быстры у меня. Очень быстры. 54 секунды. Давайте, ребята. Может вы успеете. В конце концов, я вам пожертвую, если что. А, вон эти лазают тут. Лазают. Они тоже, видимо, пользуются бурей как раз. Но ничего. О, у нас уже прогресс и улучшение есть. Да. Хорошо. Покончим с этим. Остался еще один. Сопротивление бесполезно. Воины Шакураса одолеют тебя. Да-да, конечно. Так и все и будет. Так, собачки. Куда, куда, что? Или уничтожили. Отступаем. Экспедиция протасов не сможет связаться с Шакурасом. Теперь им не откуда ждать помощи. Ха, все было проще, чем я думал, дорогие друзья. Просто несколько групп зергов во время заморозки отправляешь на шпили и все. Миссия завершена. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо, с вами был Гидон и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok